Друзья, здравствуйте! Давно не снимала. Захотелось, конечно, собрать их всех на одном столе. Наверное, некоторые я еще не успела. Не расцвели, но ждать тоже уже нет сил. Пройдемся здесь, посмотрим, что цветет. Сейчас точнем, что с бутонов, что не успела на общей видео. Это Пурпурата Корнея. Из чехла вышло три бутончика. Роспуск где-то через дня 3-4 будет полный. Растение большое, поэтому оно быстро распустится. Здесь как раз можно увидеть, выходит цветонос у Стангопеи Шалерианы. Она имеет большой цветонос. Пока стоит на столе, уже буду приподнимать. Ставлю на стол, чтобы сохраняла влажность. Здесь моя Тенеброза. Тенеброза самая обычная, но очень красивая. Вот тут два бутончика. Позавчера вышли из чехла. Вот были как на Корнеи бутоны. И вот еще, получается, будет четыре цветка. Но, как всегда, все смотрит в разные стороны. Надо будет подвязывать. Здесь собирается цвести. Ох, и как долго она растит цветоносы. Месяца три. Это лекарства, ароматика. Какие желтые птенчики будут у нее. Я собрала на стол. Это у меня амазинг. Я покупала ее в Юченге. Тогда еще, когда были взрослые. Вот она у меня с чехлом. И у нее, кстати, бутоны начинают расти. Сразу вышел чехол. И полностью показался. И смотрю на просвет, уже идут бутончики. Здесь красавец. Просто усатый гусар. Это у нас фрагмепедиум каудатум. Еще хумбоди его называют. Фортуна. И вот он раскрылся. Сейчас попробую его заснять. И он именно вот такой черноватый. Не просто зеленый. А вот такой яркий. Интересно, приподнимет он голову или нет. Ну, попробую его заснять вовнутрь. Да. Вот такой красивый. Хочется ему тут заколочку завязать. Вот усы у него длинные, красивые. Дальше это у меня Гаскелиана альбовая. Очень красивая. Но уже доцветает цветочки. Можно видеть, портится. Выше нее на цветоносе шамбурки. Как всегда. Пчелы ее опыляют. Здесь у меня пурпурата типовая. Аромат стоит потрясающий. У нее в этот раз, в этот раз, вернее, первый раз она у меня цветет. С трех цветоносов. Вот такой у нее крупный, красивый цветок. Ровный. Ниже здесь у меня сибрис доцветает. Но уже цвет потеряла вообще. Вот такая. Надо обрезать. А здесь вообще красавица. Это у нас Филипп Хейч. Красивый гибрид, наградной. И вот, что я подвязывала тубер. Видите, цветонос большой. Цветы плотные, тяжелые. И надломился сам рост. Но бутончики вытянули. Я его завязала ваточкой. Вот он растет в раскоряку. Но цветы потрясные. Фото очень красивое получится. Так, дальше. А дальше я пропустила. У меня тут бульбаш распустился. Это бульбаш лобби. Вот такой имеет цветонос. Вот там еще второй бутончик. Вот здесь, пока я ждала роспуска, где-то еще бутончик. Не бутончик, а цветоносик. Вот он. Среди бульб. Вот он, да. Лезет цветонос. Он, кстати, лезет от середины резумы. Бульбаша. Пока нос закрыл. Так, дальше у нас. Мое разочарование. Я так ждала. Это должна была быть тенеброза. Вальпатас. Найт. Вот бирка. Но распустилась просто типовая тенеброза. Хотя у меня есть. И даже я бы сказала, что моя тенеброза поярче, чем эта. Цвет красивый. Ну, должна быть темная-темная, почти бурячного цвета. Недовольна я. Дальше у меня здесь это порпурата Семиальба. Они похожи с типовой порпуратой, но все-таки вот мне Семиальба нравится больше. У нее какой-то вот лепесток более шире, например, с теми типовой. И очень такая красивая, нарядная. Здесь у меня мой слоник цветет. Это порпурата Стреата. Самая большая порпурата, если вот так вот брать, можно видеть обычная порпурата. И это где-то метр двадцать. Старостение. И буквально вчера у меня распустился Амазинг Таиланд. Скажу так, цвет не набрала. Можно видеть, что потихоньку она наберет цвет. Это будет ну через дня три, а лучше пять. Пять дней распуска, тогда видно полная красота цветка. Но все равно он очень красивый. Прям очень-очень. Вот он, кустик мой. Хочу сравнить, распустится у меня вон тот мой Амазинг, который поменьше три бульбы. и этот. Какой-то покрасивее тут и оставлю. Здесь еще один гиблиц Таиланда. Очень красивый, просто потрясающий. Вот типа Амазинга. Название его не знаю, но все равно мне очень интересно еще вот заснять живую, потому что приехал цветок ко мне цветущий с Таиланда. Мне очень понравился, я себе оставила. Но хочется вот посмотреть полноценное цветение, вот четкое. Так, ну на этом столе все. Что у нас? Что у нас тут? Еще ванночка цветет. Все равно красиво. Цветет, наверное, раз в шестой. Вот само растение. Корни, как всегда, вылазят на стол, поставлю, чтобы они сильно не сохли. Они берут и прилипают к столу. Здесь рядом поливался у меня бульбаш. Если вот взять руку, вот это вот кусочек листа. И вот он идет. Идет, идет. Красивенький. Разросся. Тут корешки. Он полностью у меня во мхе сидит. Здесь ростик скоро будет. Ну, сейчас не пока пустовато. Завтра еще привезу растений. Ну, бамбочка поливается. Покажу сейчас, как малыши растут, которые сеянцы с фласки. Вот они уже такие стали большие. Вот можно видеть, что глостики растут. Очень хорошо, быстро у меня прижились на кору. Я их пересаживала с мха. Ну, вот, например, есть растения, которые хорошо прижились. Это не в горшочках, у меня восьмерки сидят. А есть, которые все равно мне приходится доращивать. Они мелкие. Не буду еще доращивать и доращивать. А основные крупные растут очень хорошо. Ну, вот такой вот маленький обзор по цветущим. Вот вы писки еще. Вот чиха и писажа. Так, все, пока-пока.